Наш канал не для веганов А вот такое мяско у нас получилось Знаете, какая красота Запах, запах рыбы, рыбы, ребята, рыбы Вот такой вот сон Здоровенный, ребята, здоровенный Стратегический запас пельменей Так что, питайтесь правильно? Худейте вместе с пиратским путеводителем Моя попытка номер пять Те, которые мне выше попы, просто не налазят А эти, так, знаете, на попу раз-таки подлезли Я так чувствую, ну, здесь-то я уже застегну Главное, что я не седаю и с волосами А это колоток Гноблю, заставляю работать, издеваюсь Я был ребенок военного времени Я в детстве ничего не видел Подписывайтесь Лайки Лайки Подписывайтесь, ставьте лайки Лайки ставьте Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте Наши любимые пираты И вот, наконец, мы вернулись домой После нашего долгого путешествия в Таиланд Но прежде чем вы увидите наши выпуски, наши интересные, наши классные, замечательные выпуски из Таиланда Я хотела для вас сделать один выпуск из нашей реальной жизни Чтобы вы нас больше поняли, чтобы вы прониклись к нам, чтобы вы поняли, кто мы такие Смотрели наш канал не просто как на очередной канал, где вы получаете информацию Где пришли-ушли, максимум лайк поставили, ушли Я хочу с вами подружиться Я хочу с вами подружиться Вы моя команда Я ваш капитан Я Ивован Так что, ребята, сейчас это видео первое и пока что последнее видео Вы увидите Это влог из нашей реальной жизни Смотря как вы его примете Будут такие влоги, не будут Следующий выпуск у нас будет уже как раз про путешествия То, чего вы так долго ждете Это наш путь до Таиланда Наш первый день Ну и пошло, понеслось, поехало У нас будет в виде сериала все сделано Если вы не посмотрите предыдущую серию, то не узнаете, что было в прошлом Прежде я хотела бы вам сводку событий В общем, добрались мы хорошо К сожалению, пришлось перенести поезд Потому что у нас перенесли перелет То есть задержка была Вот, и пришлось перенести поезд Вот, что еще? Приехали, короче У нас сломался пылесос Вот, смотрите Что у нас с ним происходит Ай, фу Фу, фу, фу Ай Фу В общем, короче Он ужасно работал Еще до этого Это мой первый пылесос Старенький Ему 15 лет Фирма Бош Вот Я его, кстати, купила На свои первые заработанные деньги Когда я стала жить одна Когда у меня умерла мама Вот И мои первые заработанные деньги Я потратила на этот пылесос Он был очень дорогой на те времена Качественный Но вот Так что вот Траты То есть только вернулись Уже траты Вот Но Если бы не ваши подарки Мне на день рождения Когда мы были в Таиланде Вот Наверное бы Мы бы себе его не смогли позволить Вот Так что мы сейчас будем подбирать Мне новый пылесос Вот И, кстати, я прошу вас Напишите, пожалуйста, в комментариях Какой вы используете пылесос И какой советуете Мы с Вовчиком присмотрели Пылесос Томас Аквабокс В общем С водным фильтром Но, конечно, он дороговат Но очень хорошие отзывы о нем Я хочу с водным фильтром Вот Чтобы, ну, пылька не оседала Вот А, кстати, насчет Ваших подарков Вот Особый привет Особое спасибо Всем, кто Присылал подарки Кто вот Донатил нам Ребяточки Спасибо, если бы не вы Мы бы, наверное, просто бы не добрались до России Потому что Ну, вот У нас непредвиденные расходы На поезд Мы лишних 7 тысяч почти потратили Вот Те деньги еще даже не вернулись Там они в течение месяца возвращаются Плюс вот пылесос И, кстати, отдельное спасибо Хотелось бы передать Нашему постоянному подписчику Владиславу Вот Я думаю, вы знаете Он наш Постоянный зритель На наших стримах И так далее Вот Владислав, если бы не вы Мы бы, наверное, вот Ну, не добрались И вот, наверное Вот Я себе не сделала подарок Пылесос Да, кстати Владислав не знает Но Я хотела бы вот сделать ему Так сказать Алаверды И Посоветовать вам Владислава Как Ну, как поставщика Заборов Вот И разной продукции К ним Владислав занимается Продажей Доставкой Установкой 3D-заборов Металлическая Встакетника Твинга Сетка Рабица И прочих Конструкций Для заборов И металлические Вот Ограждения Так сказать Если кому-то надо Обращайтесь к Владиславу Я думаю Он сделает даже Скидочку Надеюсь Для наших Подписчиков Владислав Вот Кто заинтересовался Кто будет делать Свой Не знаю Строй дом У кого Есть такие интересы Обращайтесь К нашему подписчику Владиславу Я думаю Вы договоритесь Все ссылочки Я оставлю В описании К этому видео Вот Ладно Это все лирика А пока Я предлагаю вам Посмотреть Как мы провели Это лето Если это видео Наберет 555 лайков И наберет Более 300 комментариев То я пойму Что вам нравится Этот формат И возможно Мы будем снимать Некоторые влоги Конечно же Видео про путешествия Они будут идти Красной линией На нашем канале Но и возможно Немножечко Я буду посвящать Вас В нашу личную жизнь Ладно Хватит болтовни Все Погнали Просыпайся 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 Давай Изгоняй себя Дьявол Изгоняй себя Дьявол Не будешь? Все? Изгнал? Писик Вставай 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 Нет меня Ну ладно Вставай Вот так мы готовим Кто хотел Румпут Сделали маринад Сейчас будем Мариновать мяско Красота Ох какие хорошие Отбивные А здесь вот у нас уже Сделан салатик Вкусненький Салатик Ребятки Налетаем Купили Сейчас ребрышек Кивасику Такая у нас Кухня Кому было интересно Ты еще сразу По два куска Отбиваешь Кстати когда готовите Лучше побольше Разбить жир Чтобы он хорошо Обжарился Жир быстро Надо взбивать Да Потом вот смотрите Что с этим сделать Просто вот оно Помаринуется Вот в этом Таком А что там Яйца Специи Кому по вкусу Там всякие Хмель и суннели Чеснок мы добавили Вот И это Такой как Лизон Да Лизон Сделан Вот А потом Все это дело В сухари Либо в муку И обжарить Пару минут С каждой стороны После того Как вы отбили мясо Кстати Классно получается Оно быстро Очень жарится Лаван у нас Короче Скромник Ребятки Вам нравится Как мы готовим Поставьте пальчик А теперь мы это мясо Вот так вот берем И перемешиваем Аккуратно Перемешивай Вот смотрите В этом лизончике Вот так Мясо Аккуратненько Аккуратненько Вот Видите Мясо Вот так вот Ох Хорошее мясо У нас прям конвейеры Да Вова Ты отбиваешься Перемешиваем Ох Красота Какая Прям Мясо Вкуснятина Это не то Что там Мы будем показывать Как мы готовим Мы реально Классные Готовщики Плавно Перетекаем Кулинарный канал Вы просили Показать Как мы готовим Рум тур И так далее Все Любой каприз За ваши Деньги За ваши Просмотры И лайки Какой мясо Классный Кстати Лучше всего Карбонат Берите Карбонат Классно Причем карбонат Видите С жирком Жирком Чтобы Когда он будет жариться Будет очень вкусно Отберете Нарезаете Отбиваете В лизончик Потом Сухарики На сковородочку Пармел С каждой стороны Готово Дегустационный сет А это у нас дегустационный сет Кусочки маленькие Ребят Мы мясоеды Мы очень большие мясоеды Если вы такой же мясоед Как и мы Обязательно ставьте Видимо Видео лайк В общем Что я хочу сказать Наш канал Наш канал Не для веганов У нас сейчас На обед Точнее не на обед А на ужин У нас будет Суджук У нас будут Свиные ребрышки И у нас будет Куриная грудка Копченая Смотрите Какая красота Куриная грудка Вот такие вот Ребрышки Свиные Вот здесь у нас Суджук Армянский Да Аман Ты любишь вообще мясо? Обожаешь Да А вот здесь смотрите У нас маринуются Отбивные Из карбоната Салатик Ребят И все это с пивком Это просто бомба Это топчик Ребят Это топчик В общем Мясо мы просто Ни на что не променяем Вот А еще лучше Мясо с салатом Так что Питайтесь правильно Худейте вместе С пиратским Путеводителем Какие ребрышки Офигенские Ребрышки Какая красота Кажется У меня уже потекли Слюнки Ах Сейчас Как посидим Как посидим Ням-ням-ням А вот такое мясо У нас получилось Смотрите Какая красота Вот она так обжарена Вчера мариновали Какая красота Здесь вот у нас еще остались Заготовочки Как сказать Хмели-цунели Чеснок Перец Соль Красота Яички Влезет Что-то Обжаривается И вот так Вкуснота Ммм Ах Какая вкуснота Смотрите Шкварчит Шкварчит Сердце мое К тебе Шкварчит Шкварчит Он битый в жопу, скотина. Жрёть, жрёть, ой, жрёть. И в танки играет. О, что человеку для счастья надо, да? Танки и клубничка. И любимая жена. Писька, бля, сгинь. Ребятки, вот пришла посылочка. Эх, почта России. Первый класс. Ну всё, пошли домой распаковывать. Вот такая вот посылка нам пришла первого класса от наших подписчиков. Нам прислали вкусняшку наш давнешний подписчик Алексей. Вот, Алексей, вам огромное спасибо. Сейчас идём домой. Будем всё это дело распаковывать. Я, конечно, уже знаю, чё там. А вы узнаете чуть попозже. В общем, пошли домой. Запах, запах рыбы, рыба, рыба. Ребята, рыба. Здоровенная была. Вот она, рыба твоей мечты. Кстати, ребят, мы все посылки, также кулинарные стримы устраиваем на нашем канале. Обязательно, кто нас ещё не смотрел, заходите, смотрите. У нас очень интересно. Очень. Вот, смотрите, какая у нас посылочка пришла. В общем, у нас готовят плов. Почта России, кстати говоря, на удивление, очень быстро всё прислала. Вот. За три дня управились. Вот. У нас посылка первого класса пришла. Но, правда, шло из Поволжья. Вот. Не знаю, как будет идти из других районов. В общем, вот. Там внутри. Угадайте, чё? Угадайте, чё? Угадайте. Я думаю, все угадают. Давай, Ворф, вскрой, пожалуйста. Вскрой. Я занят. Я занят. Ну, отложи мясо. На. Разрежь, разрежь её. синчау 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 из москвы синчау 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 здесь ребятки а вот snake привет привет раз будем вскрывать вот эту красоте запах ребята запах попер вообще раскрою тайну там сон горячего копчения запах рыба рыба моими уроки в газетке ай в газетке хорошо знаете за три дня доехал и не испортился блин конечно очень много пакетов наших пакетов сейчас мы все разделем и выкинем так почта россии в удивление знаете почта россии хорошо отработала в этот раз ну так вот ребятки ребятки смотрите чё у нас тут чё у нас вот он с него может капать да прям капать не заводят пишет сандр ребят в прямом эфире нам первый раз прислали посылку вот мы очень безумно благодарны так сказать нас уже подкармливают вот те кто если вдруг у вас возникло желание нам что-нибудь тоже прислать присылайте а это соу в чем целиковый смотри целиковый конечно башкой совсем черники копченый ребята ребята там завязывал просто резиночкой алексей вам огромнейшее спасибо просто алексей просто прям от души душевно в душу снимаем резиночку он дошел за три дня он не испортился ребята посмотрите какая прелесть вот такая прелесть смотрите смотрите это самое вкусное что я кушала да 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 ребят вот такой вот сон красота красота почему кстати он даже с этими с усиками как есть так и взяли вообще здесь тоже смотрите все смотрите на этого сама ребятушки вот такой вот сон здоровенный ребята здоровенный а давай вовка сон валерик причем видите горячего к общению с усами да вообще красота сами у валерики усы режь валерика давай только аккуратно почти его память почтим память в вере почтим память валерика позже нам я даже не знаю из какой страны так не мог подойти к вальк 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 валерику так вот сначала хвост оттяпает извращение совсем хвост валерику хочет отрезать ребятушки за сама алексею алексея спорта большое давно справляется с таким валериком валерик пришел твой час валера настало твое время вот такой вот сон валерам да прибудет с с тобой силы покойся с миром валера вот такой вот у нас сон сон валерик у нас получился ребятки вот смотрите какая красота да вот от подписчика нашего алексея мы идем дальше сейчас еще вам интересненькое покажем не забывайте подписываться наш канал идем дальше вкуснота он вовчик тут уже разлегся мечтает про 50 тысяч евро да невозмутимая рожа кстати вот видите наше рабочее место вот наша вся зарядка происходит смотрим дальше вот такие вот дары природы привез отец дачи здесь зеленый лук у нас смотрите укропчик петрушка кинза клубничка еще остатки целое ведро малины вот . такая не очень красивая но зато вкусная и натуральная лучок красота нравится сон то вкусный вот человек который нам скажи спасибо который прислал большое спасибо вкусно это и сызрани нам прислали и сызрани нам прислали вкусно вот такой вот сон ты очень с кожей ты ешь и обе с кожей едят на вот хребтинку по обсасывай мир этом пока хватит попить а прошу возьми пожонишь ящу кто же привозил ну как она тоже вкусная было помню я помню как мы из астрахани привозили всякую эту рыбу вкусную такую как типа форель и прочее но не форель а это осетрина помню горячего кофе вот нам подписчик прислал алексей нам подписчик прислал алексей почты россии за три дня дошло вот так вкусно отлично ну скажи спасибо большое спасибо да и скажи подписывайтесь на на их канал скажи подписывайтесь ставьте лайки скажи подписывайтесь и ставьте лайки подписывайтесь лайки лайки подписывайтесь и ставьте лайки Вон, смотри, какое мясо-то, видишь, какое хорошее Да вижу Свеженький он, кстати, совсем Вот так Нравится? Очень Видишь, первые дивиденды с канала Вот так вот Еще вот такой сом, продолжение Дегустация, да? Вкусно? Давай еще раз, подписывайтесь и ставьте лайки Подписывайтесь Сабьте лайки Лайки ставьте Ладно, давай Вот, смотри, какое, видишь? Вижу я Прикольно? Вишь, с усами Вот такой Вон, смотри, какие зубы, да? Прикольные Ну, вкусно? Мясо какое свежее, да? Но он соленый Очень Для холодного копчения, видать В общем, это твоя доза Твоя доля Да, ребят, всем привет Мы сейчас в торговом центре неба Вот, приехали здесь посмотреть телефоны Ну и вообще Готовимся к сезону Таиланда Хочу подобрать себе шортики Вот, ходим, смотрим Вот такой торговый центр у нас Да, в общем, вот пришли шорты мерить На меня налезут только мужские Вот сейчас такие по мере Шортики Не, ну это маленькая Не хлопок Но в размере, значит, там есть листы Что? Они разных цветов Все очень, зеленые, синие Чем-то синие Если на меня подберется Давайте в такой тоже Может, у тебя тоже Все, ты считаешь, что тебе вот Эксель просто влезет, да? Да, да Все, 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 все Мне кажется, тебе она не влезет За два, все, все Приложи просто к себе Красавец, красавец Не, ну тебя пола-то уже Табличо, петерос А у тебя синие Есть пол Какая? Истурция Да, истурционика Короче, надо следить А то я сейчас это пропущу У меня одна ситуация Слушай, ну они какие-то Замечковины Нечто не нравятся Страшненько Короче, не шьют на нас красивых Вот все три перемирила Вот такая 2xl На меня ничего не налезло Будем искать Вон, а хоть себе подошло Так, а если пузико выпустит А прям выпустит совсем Прямо все Ну-ка, в профиль встань Я посмотри Не, вот так не плохо Ну, она тянется Если че, да? В руках тебе нормально Ну, хорошо, мальчик Давай возьмем Красивая Тебя прям носить Так, хорошо Красавец Че, моя попытка Номер пять Интересно, эти на меня налезут? Говорят, типа Они тянутся Сейчас проверим На износа стойкости Ребята Они на меня налезли Офигеть Все, налезли Горьша, они даже разносятся Какие хорошенькие Вот как там Попа заедет нормально О, сей, заебись Класс Слышишь, смотри Ну, вообще нормально, да? На-ка, держи Нормально Нормально Жопа Задом полно Верни жопу Да-да Их еще усилить Их еще усилить Если отдать Это Вдали усилить Все, нормально Вот, я так и наблюдаю Ну да Смотрим Ну все, мы счастливые Обладатели Я шортов Вовчик Пола Красавец Красавец Будешь, да? На нас Все Мы берем шорты Башляй, Вова Итого у нас 3185 Вот такие две вещички Слава Богу Хоть нашла себе шортики На летний сезон Вот так Повка, счастливый Обладатель пола Красивый Будет ходить Да А я шорта Honey Народ, вы знаете Как бы Перемерила Четыре вида шорта То есть Вот те, которые Мне выше поп Просто не налазят А эти, так знаете На попу раз таки Подлезли Я так чувствую Ну здесь-то я уже застегну Попу, мы идем вниз Да Попу, мы идем вниз В общем Идем дальше Исследовать территорию Скотина не помогает Мне убираться Да Сволочь И глазки Хитрые Такие Как у твари Последние Камон, камон Камон Давай Камон Камон Лук 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 Эх Харэп Пушок Покат Иди Пылесось Пойду Иди Пойду Иди Пойду А че так Что ты жопал Эда? Да Да Расскажу А вот тебя я могу И не вырезать Общаюсь Скотина Ой Скажи Я с котинами не общаюсь Гноблю Заставляю работать Издеваюсь Я с котинами не общаюсь Издеваюсь Над человеком Я с котинами не общаюсь Да, да, да Эй Эй Вот так и живем А еще мы троллим соседского кота. Ну а у нас, короче, новый урожай огурцов. Вот, папашка уже привез вот такие вот зонтики. Смородина у листочки. Ну, сейчас, как говорится, будем первый делать засол. Делаем первый засол мы обычно просто, как так сказать, малосольные огурчики. Ну, а потом, когда их уже дофига становится, приходится уже их закатывать в банки. Вот все, огурчики привез. Вот, пучок зеленый. Сейчас будем все это дело замалосаливать. Вот, сейчас мы огурчики помыли, уложили. Внизу у нас эти зонтики. Вот, что у нас там еще? Листочки от смородины. Вот я порезала еще чесночок. К сожалению, хрена нету. Сейчас просто добавим 2-3 ложки соли. Ну, кому как нравится, более малосольные, среднемалосольные. Вот, и зальем это все кипяточком. Буквально 2-3 часа, вот, и они уже, в принципе, будут такие малосольненькие, мочоненькие, такие вкусненькие. Вот, мне нравится все-таки делать, вот, кипяточком их заливать, потому что они получаются как солененькие. Плюс они сохраняются в холодильнике больше недели. То есть вы в течение недели можете кушать огурчики. Давайте сейчас это все сделаем. Положим сольку. Так вот равномерненько ее раскидываем. Вот. Пожалуйста. Вот, по всей территории выкладываем. Вот, и третью ложечку. Я думаю, 3 ложечки будет достаточно, на такое количество, ну, чуть-чуть еще. Вот. Они будут малосольненькие. А их питают ровно столько, сколько нужно им, так сказать, соли. И сейчас мы это все делаем, заливаем кипяточком. Запах уже понесся, я вам скажу. Вот. Так, это мы все заливаем. Так вот, аккуратненько. Вот, чесночок сейчас, зеленушка даст все запахи. Вот, смотрите, какая красота. Вот. Вот, до конца доливаем. Вот, и оставляем. Теперь этому все. В принципе, на самом деле, лучше положить это под гнет. Вот, что-нибудь, какую-нибудь тарелочку, чтобы она это придавила. Вот. Ну, и оставляйте на пару часов до остывания. Сейчас из них выйдет весь воздух. И все. Потом в холодильник на пару часиков, чтобы отдохнуло, а остыло. И можно уже кушать. Вот так вот мы иногда солим огурчики. Ну, а вместе с огурцами и прочей растительностью из сада, папашка нам привез вот такие вот листочки для засолки. Это у нас, кто не знает, у нас зонтики от укропа. Они очень хорошо идут в засолку. Вот. А это у нас листики смородины. Ну, смотрите. Ммм, какие запахи. В общем, знаете, когда это кипяточком обдастся, такой запах классный. Девчонки, прям вообще. Слушайте, а как вы вообще солите огурцы? Давайте делитесь своими рецептами в комментариях. Вот. У нас много всяких рецептов, но мы, как говорится, по дефолту. Там листочки туда-сюда. Вот. Всякий хрен, чеснок, что там, горошек и прочее. Вот. И потом по рассолечкам. Вот еще, смотрите, яблочки. Ну, кстати, у нас этот год выдался не яблочным, не особо урожайным. Ну, вот немножечко есть вот такие яблочки. Так что вот у нас дары с садом, дары с садом. А как у вас урожай? Пишите в комментариях. Кстати, мы сейчас вот сушим, чтобы потом, так сказать, закидывать в засолку. Пригодится все. И палки уйдут, и листочки, и все-все-все-все. У кого-то дома магнитики из путешествий находятся на специальных досках. А у нас есть специальные холодильники. Вот. Здесь у нас один холодильник, а вот здесь у нас второй холодильник. Именно здесь у нас аккумулируются все магнитики, которые мы привозим из путешествий. Здесь вот, например, мое первое путешествие в Хургаду в 14-м году. Это было еще до знакомства с Вовчиком. Вот. Я съездила с подругами, с девчонками. Вот. Мы ездили в Хургаду. Вот такой магнитик. Это вот тоже оттуда, из Хургады. А это у нас уже первая поездка в Таиланд с Вовчиком. Это в 15-м году. Дальше. Вот здесь у нас Вьетнам. Это у нас 19-й год. Ну, они, как говорится, вразнобой. Вот. Еще, пожалуйста, Кипр у нас есть. Вот. И, как говорится, Египет. Это вот на год лошади нам подарили. А это вот в каких-то штучках. В общем, вот такая вот я и была девочка где-то лет 6-7 тому назад. Дальше. Смотрите. А здесь у нас, пожалуйста, здесь у нас из Кипра тоже. Египет. Это у нас из Сочи. Лазаревская. Это уапсель. Мы там не были. Это мне сестра привезла. Вот. Из Алании. Из Турции мы привезли. Вот такой вот магнитик. Он, видите, как это открывашка. Вот. Вьетнам. Вот такой прикольный магнитик. Ну, это разные магнитики. Вот. Мальчик с девочкой это один, как бы считается. И вот такой вот. Вот. А здесь у нас, как говорится, огурчики. Малосольцы. Вот сегодня у нас новый урожай. Я засолила. Пожалуйста. Кстати. Наверное, очень многих интересует рум-тур по нашему холодильнику. Точнее, ну, многим, я думаю, интересно. Что же у нас в холодильнике? Та-дам. Смотрим. У нас. Эх. Эх. Вот. Что же у нас в холодильнике? И здесь что мы видим? Ну, в общем, у нас сегодня папашка привез кабачки. Свеженькие. Вот такие хорошие кабачочки. Смотрите. Дальше у нас, ну, колбаска. Вот. Мы любим колбаску. Что? Лучок. Жирный, вкусный майонез в трех видах. Вот. Мы купили имбирь. Скоро мы будем делать ориоли. Кстати, если вы не были на нашем канале, обязательно заходите. У нас проходят очень классные кулинарные стримы. Дальше. Вот. Я взяла себе еще недавно. Это у нас что? Это у нас пудинг такой вот. Ну, вот. Сыр такой для гамбургеров, чизбургеров. Там у нас стоит баночка хренового вины. Вот здесь у нас огурчики засоленные. Дальше что у нас? Вот огурцы свежие, которые отец привез. Остатки, которые не влезли в холодильник. Будем их просто на салатик резать. Вот видите, с попками, с цветочками. В общем, на огурцах мы сейчас скануем. Дальше у нас здесь. Что у нас здесь? Для соевого соуса. Дальше у нас эта бутылка из вина из Кипра. Мы ее, как бы, она у нас уже 4 года стоит. Мы ее решили открыть, когда, так сказать, по обслуживанию. Случаю. Вот. Кефирчик я постоянно пью. Постоянно. Дальше что у нас? Вот такой сахарный сироп кироба. Это тоже мы с Кипра привезли. Вроде как это, типа, заменитель сахара. Говорят, типа, очень полезный. Но вот он у нас как-то стоит. И, знаете, надоел. Вот. Да, еще, кстати, смотрите. Вот тот самый рыбный соус, который мы привезли из Вьетнама. Вот. Мы его еще пока никак не откроем. Думаю, когда же это сделать. Ну, и тут это лекарства. Там такие туда-сюда голова, там и прочее, прочее, прочее. Вот. Вот. Да, вон там еще, смотрите. Тоже кефирчик. И товарожок. Кстати, я очень люблю кисломолочку. Вот так вот. Дальше. Ну, здесь у нас стандартно, по дефолту, кое-какое мяско. Вот. Стратегический запас пельменей. Это, как говорится, обязательно. Стратегический запас пельмешков. Дальше. У нас второй холодильник. Да-да-да-да-да. Нам нужно много-много холодильников. И что же мы тут видим? Сейчас мы зафиксируем это дело. Так. У нас здесь наша любимая маленькая сиротская 9-литровая кастрюлька. Первого хватает всего лишь на неделю. Да-да-да, не думайте. Вот. Здесь у нас что у нас тут? У нас здесь мяско запеченное в противне. Вкусное очень. Дальше у нас здесь еще несколько баночек хреновой закуски. С прошлого года осталось. Кстати, смотрите, уже целый год стоит. Дальше у нас тут овощи, фрукты. Вот у нас здесь коньячок дагестанский, который мы практически не пьем. Вот ром вьетнамский тоже у нас остался. Остатки былой роскоши на дыночке. Ну и прочая вот фигня. Вот такой у нас холодильничек. Так, кстати, смотрите, компот, огурчики тут остатки. Ну и яйца. Ну так вот это все по мелочи. Вот такой вот у нас холодильник. Кому, кстати, интересно, вот, пожалуйста. А, кстати, а что у вас в холодильнике хранится? Что вы обычно храните? Что вы покупаете? Покупаете ли вы пельмешки? Берете ли вы свежее мяско? Напишите в комментариях. А мы идем дальше. Мы в детстве этим блюдом, это самое... То есть обычной картошкой, да? Увлекались. Очень нам нравилось. Да, Ютур. Вот. И вообще объедались. Вот видишь, какое счастье. Обычная отварная молодая картошка, да? Да, да. И огурцы. Да, да, да. Кстати, хорошо так засолились огурцы-то, да? Конечно, с масолью огурцик. Вкуснячим. Это русская еда. Лучше всяких едалин-то, да? Конечно, конечно. Давай, да, ешь с огурчиком. Сейчас тебе порежу еще. Ешь. Я уж сейчас, конечно, особо-то не хочу. Но просто мне хочется повторить, так сказать. Ощущение детства, да? А что мы... Я был ребенок военного времени. Я в детстве ничего не видел. Ну, сейчас хоть, видишь, видишь. И роллы, и суши. И фрукты постоянно привозим. Да? Конечно. Но мы молодцы. Очень. Вкусно? Да. Вот что человеку для счастья надо? Картошку обычную, да? И огурцы. Вот самодельные огурцы, малосольные. Вкуснятина. Хорошие получились огурчики-то? Отлично. А картошка вкусно? И картошка вкусно. Маслице там макай. Повкуснее было. Ну все. Больше ничего там из детства не вспомнишь? Ну ладно, кушаем на здоровье. Наслаждаемся. Вкуснота. Ешь. Давай. Вкуснота. А сейчас я хочу сходить в парикмайкерскую, потому что я уже обросла. Вот. Я была долгое время блондинкой около двух месяцев. И поняла, что волосы очень сильно испортились. После того, как меня покрасили в блондинку. Потому что волосы, во-первых, стали выпадать. Плюс они стали такие жесткие, как солома такие. Очень сложно их стало укладывать. Вот. Вообще качество волос прям ухудшилось. Так что, знаете, пока что я решила отойти от блондинки. Я пока не буду ее продолжать. Сейчас будем с моим колористом, с моим парикмахером подбирать какой-то новый цвет. Девчонки, а были ли вы вообще блондинками в своей жизни? Как вам это? Напишите, пожалуйста, в комментариях. А я иду в парикмахерскую. А результат вы видите чуть попозже. Погнали. Так, какой же цвет выбрать? Интересно. Вот, 9-3. Смотрите. Он прикольный, да? Ну, кстати, вся колористика. Сижу, выбираю цвета. Может быть, как-нибудь рискнуть еще 50 кат и сделать. Вам какой больше всего нравится? Вообще, мне нравятся серии девятки. У меня свой вообще как-то шестерка, да? Натуральный. Вот. А если выбирать, я думаю, 8-3. 9-3, наверное, слишком светлый. Такой светлый, да? 8-3. Ну, может быть, у меня 8-3 получится. Нормальный. Вот. То есть вот такой 9-7. Тоже неплохой. Вообще, серии девятки мне нравятся. Такая неплохая. Такая светлая русска. Какой я их хочу. В идеале, чтобы получился. То почему-то на мои волосы не лажатся. Вот. Набираемся там. Вот красавица. 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 Очень сухие стали. Вот это просто жесть. Пожалуйста, знаете, светлый цвет, конечно, делает моложе девушку. Но наличие волос делает ее еще моложе. А если из-за светлого оттенка у вас выпадают волосы, девочки, не экспериментируйте. Потому что волосы очень сильно страдают, когда вы краситесь в баллондинку. Так что имейте в виду. Вот я сама проверила на себя. Скоро буду это более натуральным. Потому что сейчас будем восстанавливать мои кончики. И надеюсь, я больше не совершу такой глопасти. Потому что, ну, когда вы вытравливаете цвет, волосы становятся очень сухие. Просто безжизненные. И знаете, вот на ощущение, как вот какая-то пакля. Плохо очень укладываются. Плюс они выпадают. Это очень плохо. Блондинка, она не стоит того. Так что не хочу. У меня свой хороший волос, как бы. Ну, а цвет... Цвет это дело нажимное. Главное, что я не седая и с волосами. А это колокол. Вот и закончилось мое очередное преображение. Вот сейчас я в новом стиле. Наконец, я пришла к тому цвету волос, который я изначально и хотела. Вот смотрите. Красота. Кстати, девчонки, что хотела сказать. Не экспериментируйте вы с цветами. Потому что, во-первых, это дорого. Потому что мне, вот, например, первый раз я красилась блондинку, мне вышло в 3000 рублей. Потому что несколько раз пришлось меня высветлять и так далее. Вот. Второй раз, вот сейчас вот у меня красили, мне вышло уже две с половиной тысячи рублей. Немножко подешевле, но тем не менее. Вот. Плюс. Прикол в том, что я обычно, как бы, когда красилась и стриглась, у меня входило где-то 1400 рублей. Вот. А тут получается, как бы, и дорого, и... Но главный минус блондинки, это в том, что очень портится качество волос. Прикол в том, что они становятся сухими, они умирают и теряется вот эта вот мягкость. То есть, как вы понимаете. Так что мой вам совет, пожалуйста, не экспериментируйте. Вот я над собой проэкспериментировала и поняла, что зря я стала это делать. Вот. Ладно. На сегодня пока все. Мы идем дальше. Как вам мой цвет волос? Обязательно пишите в комментариях, идет мне или нет. Ну, а мы идем дальше. Ну, а вот такие вот урожаи помидоры у нас с дачи приходят. Смотрите, сколько. Вот столько. Корзина. Дальше у нас коробка целая. Целый. Что у нас тут? Пакет. Она вот здесь вот уже выложила вся. Смотрите, еще спеет, спеет. Доходит немножко. Офигеть. Да-да-да-да-да-дам. Вот такие вот урожаи нам папашка привозит с дачи периодически. Нам постоянно приходится с ней что-то делать. Ну, вот так вот. Как-то так живем. Нравится вам наше урожае? Кстати, обязательно подписывайтесь на наш инстаграм. Там постоянно выкладываем всякие интересности, всякие вкусняшки. То, что папашка привозит с дачи. Ну, и вкусные-вкусные рецепты. А мы едем дальше. Вот тебе майку красивую. Ну-ка. О. Голливуд. Давай мерей. Мерей, говорю, майку-то. О, какой модный, красивый. Ой, кепка у тебя. Смотри. Видишь, наша фирменная кепка. Пиратский путеводитель. А может быть еще все уладится. Все. Вот такой. На лето. На лето, да. Вот, видите, какой красивый. Получилось. Ну, повернись. Повернись. Ну, все. Будешь модный, красивый. Ну, по размеру угадала, да? Конечно. Ну, все. Вот такой красавец. Красавец. Пап. А? Все. Вкусные бананы-то? Нравятся? Конечно, вкусные. Ну, давай, попробуем. Это... Это... Больший сорт. Это бананы, как их считаются эти? Сливочные. Видишь, маленькие, да? Да. Сладкие? Пальчиковые. Да. Ну, вот от этих бананов-то совершенно отличаются, да? Которые в магазинах-то продаются. Они, вот, смотри, какие, видишь, желтые. Запах от них такой хороший, да? Они вкусные, с ароматом. Ну, все, отлично, да? Ну, все, давай, приятного аппетита. Спасибо. Ну, все. Ну, скажи, ребятам-то всем привет передай. Всем привет. Ребята, привет. Всем привет, да? Вот, смотри, видишь, что купили? Креветки купили сушеные. Видишь? Сушеные? Это сушеные креветки. Видишь, какие? Вот, смотри, вот такие креветки. Дальше это орехи кешью. Видишь? Смотри, какие хорошие, да? Вот, и купили крабовое мясо. Это крабовое сушеное мясо. И вот это вот все у нас меньше, чем на 2000 рублей. У нас одни креветки вот такие в магазине будут тысячи три стоить. Конечно. Ну, а смотри, а мы вот, видишь, это, сэкономили. И взяли, вот, видишь? Сейчас вот откроем вечером и попробуешь. Открой что-нибудь, попробуй. Давай его вам, открывай его. Ну, факт. Эмигранты у нас вот это. Там, прикинь, внутри эти маленькие, эти, как их, муравьи. Прикинь? Они прям там проехали с нами. И вот это открой, я попробую. Открой, это открой. Сейчас. На, пробуй. Прям бери и пробуй. Они сушеные. Они вяленые. Вяленые, да. Вон они, вон они, эмигранты. Да, вот, смотрите, видите, эмигранты, да. Смотри, смотри. Видишь? Все. Видишь? Ползают маленькие. Да ну нафиг. Это потом тогда, ладно? Там, видишь, эти жуки. Ну, как креветки? Вкусные. Вкусные? Ну, куда я попробую? Ммм, нормально. Внутри орешки. Ну, потом откроем этих жуков, вытравим. Реально с нами муравьи приехали, прикинь. Там маленькие такие. Вот натуральные креветки сушеные, вяленые. Вкусно? Ну, все. Вкусняшки. Давай, дегустируй. Это деликатес считается. Ну, вот скажи спасибо ребятам, которые нас поддерживают, которые ставят нам лайки, за то, что мы имеем право, мы сможем ездить по страшным странам, покупать такие вкусняшки, да? Да, да, да. Ну, скажи спасибо, ребят. Ребят, спасибо. Дай бог вам здоровья, удачи и любви. Ну, да, все. Лайк классный у меня, папашка, да? Классный. Давай, кушай. Вован, Павел, что мы будем делать с пылесосом? Выкинем? Не знаю. Ты что там делаешь рукой? Ничего не делаю. Ничего не делаешь? Ну, да, ничего не делаю. Рисую. Рисуешь? Да, учись рисовать. Учись рисовать. Ну, классно мы лето-то провели в России, да? Классное лето, да. Классное лето, да. Обязательно всем смотреть? Все, в России? Да. Именно лето, да? Именно лето, да. Как мы провели это? Это наше лето, да? Пылесос будем выкидывать? Не знаю. Думаешь, посетить его на запчасти? Да. Ну, он же прям вообще его включаешь, и там прям какой-то это воняет, да? Воняет. И пылище из него. Нефиг было его мыть. Ну, так я его не мыла. Он еще в прошлый раз, когда я пылесосила, он тоже уже, блин, вонял. Ему сколько лет-то? Больше 15. Он свое отработал. Да. У, блин, пылесоса срок... Это гарантийный срок работы 5 лет. Ну, да. Так что, ребятки, вот если бы не ваши донаты, вот... Я бы тут, наверное, нельзя, как Золушка. Да, хочу какой-нибудь хороший, вот Вовчик предлагает Томас, Аквабокс. Вот, не знаю, посоветуйте, пожалуйста, какой-то свой вариант. Вот, ты какой? Аквабокс предлагаешь, Томас Аквабокс? Ну, он же торговый, Вован. Скажет, мы бренды покупаем. Нет, это не бренды. Дело в том, что данный, этот пылесос действительно нормальный. Он это собирает пыль, и... Которая оседает именно в Аквабоксе. А ты где его вообще нашел-то? Я его нашел в интернете, на Яндекс. Это через Яндекс. Обзоры, что я смотрел? Потом на Ютубе глядел, это, блин, обзоры. Он занимает одно из трех мест. Он сейчас скажет, что это реклама. Нет. Это, народ, нифига не реклама. Мы действительно подбираем себе пылесос. Вот, и если у кого-то есть разные варианты, какие можно пылесосы, ну, более бюджетные. Чтобы пылесборник был Аквабокс? Да, чтобы пылесборник был Аквабокс. Аквабокс, вот, обязательно. Потому что бы не собиралась пыль. Наши ребятки, обязательно пишите в комментариях. Хочу услышать ваше мнение. Давайте, одна голова хорошо. У кого какой пылесос? Да, у кого какой пылесос, срок годности. И сколько работает. Сколько работает, хорошо ли сосет. И как он работает. Да, 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 хорошо работает. То есть, сколько вы им пользуетесь, и как он работает у вас сейчас. Да, да, да. В общем, ждем ваше мнение в комментариях. Мы еще пока ничего не покупали. Денюжки лежат. Вот, но я думаю, не дороже 10 тысяч, ребят, надо какой-нибудь подобрать. Вот, так что жду ваши комментарии. Вот. Да, еще раз всем спасибо, кто меня поздравил на день рождения. Если бы не вы, и особенно Владислав. Да. Ребят, надеюсь, вам понравилось это видео, как мы провели это лето. Реакция папашки, конечно, она была бесценна. Вот. Что хотела сказать. Следующий выпуск, смотрите, там будет, как мы добирались до Таиланда. Все пути, все поезда, все аэроэкспрессы, метро, все трудности, с которыми вы можете столкнуться, как пройти все эти кордоны и так далее. В общем, и на следующем выпуске уже будет первый день. Так что, ребятки, всего через два дня смотрите новый выпуск. А сейчас не забывайте подписываться на наш канал, ставить нам лайки и обязательно оставляйте комментарии. Ведь если наберется 555 лайков и 300 комментариев, будет новое видео с новым влогом из России. Нашей веселой, прикольной, забавной жизни. Ладно, ребятки, я вас всех очень люблю. Всем спасибо. Всем пока.